Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Спасибо за лайк и подписку. Ночью 19 сентября Российская Федерация бомбила Украину ракетами различных типов и дронами Камикадзе. А теперь об этом поподробнее. Была фиксация запуска зенитных управляемых ракет С-300, С-400 из воздушного пространства Белгородской области, из переделанных ракетных комплексов для стрельбы по наземным целям. Также была фиксация запуска одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области. Также была фиксация пусков 42 ударных беспилотников типа «Шахет», район пусков Приморско-Ктарск, Курск и мыс Чауда-Крым. В ходе многочасового воздушного боя, который проходил в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской области, было уничтожено 42 ударных беспилотника. Также силами и средствам нашей противовоздушной обороны удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59. По состоянию на вечер 19 сентября у Российской Федерации на боевом дежурстве в акватории Черного моря находится один военный боевой корабль, ракетоноситель, у которого может находиться на борту до четырех крылатых ракет «Калибр». Убедительная просьба ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Одесса, 19 сентября, 15 часов 7 минут. У нас в городе внезапно раздается воздушная тревога. Информация такая. Выход баллистики со стороны Крыма, все в укрытие. Я не устану повторять, что когда запускают баллистику в сторону Одессы, она летит до нас примерно 2 минуты, может быть чуть больше. Поэтому времени, чтобы пройти в укрытие, у вас нет. Самое безопасное место – это две стены от окна. Немного позже информация по баллистике обновляется. Ракета летит в сторону Николаева. Это один курс, все равно что летит в сторону Одессы. Все это очень и очень опасно. Проходит пару минут и поступает инфа, что ракета прекратила свое существование в воздушном пространстве Николаевской области. А в 15 часов 15 минут поступает оповещение «Отбой воздушной тревоги». В 16 часов 40 минут поступает тревожнейшая информация, что есть активность баллистики со стороны Крыма. Немного позже информация обновляется. В Крыму работает ПВО, но все же надо быть на чеку, потому что работа ПВО и пуски баллистики очень и очень похожи. Вечером 19 сентября поступает информация, которая ничего хорошего нам не сулит. В ней говорится, что в Российской Федерации уже готовы 14 дальних бомбардировщиков Ту-95МС, 9 бомбардировщиков на аэродроме «Оленья» и 5 бомбардировщиков на аэродроме «Энгельс-2». Также по информации, которая поступила, Ту-95МС полностью заряжены крылатыми ракетами Х-101. Так что в ближайшее время может быть нанесен очередной массированный ракетный удар по Украине. Нам, к сожалению, уже к такому не привыкать. Просто хочу напомнить, что лучше зарядить свои пауэрбанки, гаджеты, смартфоны, приготовить запасы питьевой воды на 2-3 суток и пищи, которая не портится, потому что могут быть проблемы с энергетикой, так как массированные ракетные удары в основном проходят по объектам нашей энергетики. Это были главные новости из Одессы. Моим дорогим соотечественникам и землякам. Мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч. До новых встреч.